Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП Вся дополнительная информация в описании Сегодня у нас без малого знаменательный день Я хочу, чтобы вы его запомнили, потому что сегодня у нас 4 ноября 2019 года День, когда ВКонтакте остановился и во ВКонтакте начались какие-то проблемы Я буквально не могу зайти к себе в личное сообщение с самим собой Потому что я обычно туда пишу какие-то заметки по видеороликам А потом уже к себе куда-то на компьютер все это переношу И у меня там теперь ничего этого нету Я пытаюсь как-то по памяти сейчас вспомнить, о чем должен был быть этот видеоролик И как-то более-менее, наверное, нащупаю, что вообще есть Ну а так как ВКонтакте умер, я бы хотел вам рассказать о том, что не умирает никогда Что скорее, знаете ли, процветает, чем умирает Это Аризона, ролеплей, сервер Феникс На котором вы сможете ввести при регистрации мой никнейм Данте Коннор И тем самым получить себе на руки своего персонажа При достижении там 5-го левела целых 300 тысяч игровой валюты Это, знаете ли, хватит вам на какую-нибудь машину А машину вы сможете бесплатно где-то там припарковать И потом ею вот всей этой штукой пользоваться И, знаете, еще там, знаете ли, 40 секунд рекламы Я бы хотел вам сказать, что ВК лег Это показательный пример того, почему вы должны подписаться на мой Телеграм Если у вас нету Телеграма, то вы реально Вы что, блядь, вы вообще с нашей планеты, нахуй, или кто? Вот, поэтому, как бы, если у вас есть Телеграм, то подписывайтесь на мой Телеграм Там вообще все выходит, его-то вряд ли когда-то, там, знаете ли, когда-то он перестанет работать Потому что там, ну, сами знаете, вот этот Павлов, Дуров, вот этот вот Все вот эти вот люди прочие его делают Там, знаете, стикеры еще классные есть Кстати, на 100 подписчиков в Телеграме, чтобы вы вообще, ну, так, примерно плюс-минус понимали Там будет вообще рассказан, выложен концепт, обзор Он будет эксклюзивен только для Телеграма Только для подписчиков вот этой вот самой моей социальной сети Моего вот этого, знаете ли, Телеграма канала И поэтому, ладно, я уже немного превысил, да, возможное количество минутных рекламных интеграций и всего прочего Просто хочу вам сказать, чтобы вы, если вы не знаете, где вам можно поиграть Там, в Сампе или еще где-то, заходите на Rezoner или PlayFenix IP, а также мой ник в описании Если вы хотите за мной как-то поподробнее следить Как-то узнавать побольше всего обо мне, от меня и обо всех прочих вещах То заходите в мой Телеграм-канал Если вы, там, я не знаю, любите булки с шоколадной крошкой, с шоколадной начинкой И со всеми прочими штуками Можете добавлять мне, разумеется, ВКонтакте Там тоже я всех добавляю Все, минуты вообще рекламы закончились Минуты вот этой вот всей полезной рекламы, они закончились Теперь давайте перейдем непосредственно к самой теме моего видеоролика Я так, знаете ли, постараюсь вспомнить вообще Сформулировать, блядь, что я хотел донести вот этим вот всем видеороликам И я помню, что я что-то вот хотел поговорить про переносы вообще на GTA Samp проектах, на GTA Samp серверах Тема сейчас достаточно актуальная И давайте вообще начнем, вообще откуда все это появилось Да, вот, сервера в GTA Samp Они, там, какой-то один сервер показал И вот все за ним пошли Скорее всего, это был SampRP, который открывал одинаковые сервера С одинаковым модом Просто, знаете ли, с разными названиями Немного с разными, там, я не знаю С разной экономикой, да, можно так сказать Вот, они открывали, там, заходили люди Как-то играли, все прочее делали Но потом Вследствие каких-то обстоятельств Каких-то прочих вещей онлайн А так или иначе падал И, допустим, на 15 серверах Там какой-нибудь суммарный онлайн был Там 2000-3000 человек При том, что до этого там было практически 10 тысяч человек ежедневно И все, как бы, это было именно вот так вот И, вы знаете, то есть, ну Вот было это все как-то вот на таком вот Уровне каких-то таких, знаете ли Бабушкиных костылей, да То есть, когда-то там играло много людей Когда-то там играло мало людей И так или иначе Вот люди спустя там какие-то долгие года Долгие века, долгие столетия Придумали, что можно С одних серверов, на которых у людей Было имущество, было там еще что-то Переносить на другие серверы Тем самым нивелировать вот эту вот разницу Вот это вот все То есть, допустим, оплачиваются 15 серверов А из этих 15 серверов Играют только там на трех серверах И какой смысл оплачивать как бы остальные сервера Тратить на них деньги там ежемесячно Или там, не знаю, еженедельно Да, как там вот это вот все работает Я не представляю Зачем все это делать? Подумали они И решили переносить аккаунты На другие серверы Разумеется, на это немногие соглашаются То есть, там, в общем-то Сам пропэтч что-то такое подобное делал Потом было такое, знаете, затишье В переносах, во всем прочем И решил переносить аккаунты Diamond RolyPlay То есть, аккаунты игроков Решил переносить Diamond RolyPlay У него это, нельзя сказать, что получилось неудачно Нет, получилось все удачно Но всегда, вы знаете, при переносах Случаются конфликты Потому что, допустим Ну вот, не хватает какой-то компенсации Компенсация, вроде как, должна быть нормальной Обещали нормальную компенсацию Допустим, человек покупал бизнес, там, за 30 миллионов вертов И это, как бы, все можно благополучно проверить А возвращают ему, там, какой-нибудь, знаете ли, госстоимость Да, и госстоимость, допустим, там, не знаю, миллион, да Или даже, там, 10 миллионов Согласитесь, когда вы покупали, там, за 30 миллионов Вам возвращают 10 То это, ну, как-то, ну, не особо так, вот, знаете ли, нормально И вот у всех, практически, серверов, которые делали какой-то перенос Вместе с возвращением вот этих, знаете ли, всего имущества Вот этих вот, всех прочих вертов И вот всего-всего прочего У них случался какой-то такой конфликт И вот, там, знаете, сначала Даймонд переносил вот эти вот все аккаунты Потом за ним пошел адванс И вот сейчас что-то такое подобное собирается делать сам ПрП То есть закрыть там какие-то вот эти вот реборны и все прочие сервера Вот, и что я могу сказать Наверное, многие могут меня спросить Мол, а как ты считаешь? То есть закрытие и перенос аккаунтов вот этих вот всех Это нормальная тема или вообще нет? И, как бы, ее не стоит никому делать Потому что это пустая трата времени и так далее Нет А переносы это самое светлое из того, что вообще могли придумать разработчики Там, какие-нибудь девелоперы, да, проектов и всего прочего Многие почему-то идут с каким-то, знаете ли, скепсисом вот ко всему этому переносу Ко всем прочим вещам и зря Вот это у них происходит абсолютно точно зря Потому что переносы аккаунтов это благополучно Да, возможно, многие там не будут довольны суммой, размером компенсации И, возможно, они уйдут Однако, если вот так вот подумать То сервера могли потереть намного больших людей Если бы, допустим, люди там какие-то играли на сервере, да, на котором там Сначала 100 онлайна, потом 50 онлайна Потом там, я не знаю, 10 онлайна И ушли бы вот эти вот 10 человек А тут этих 10 человек перенесли на другой проект, тем самым зафулив его И разумеется, что вот из этих 10 человек, допустим, пришло 4 человека, да Но это намного лучше, чем перенести вообще ничего не перенести Потерять абсолютно всех игроков, которые вообще, возможно, вполне возможно могли бы поиграть, да То есть всегда суммы вот этих вот самых игроков, которые реально перейдут, которые продолжат играть и так далее Их всегда вот очень разное количество, это невозможно, в принципе, как-то нормально предугадать Однако, я целиком и полностью за переносы И очень жалко, на самом деле, очень жалко, что большинство проектов, большинство создателей серверов Они не понимают, что переносы это прям спасение То есть, разумеется, у переносов есть и свои минусы Там, как, допустим, недовольные игроки, которые там просто хотели нормальную компенсацию А получили такую компенсацию Ну что я могу сказать, да То есть, это лотерея, как сказал когда-то Smart Jackson, я с ним не согласен Это лотерея Ну, логично, что можно пойти, знаете ли, навстречу людям, да Как-то посмотреть по логам, за сколько был куплен тот или иной бизнес И, ну, разумеется, никто это делать не хочет Все просто хотят побыстрее получить игроков И вот больше абсолютно точно ничего не делать И поэтому, то есть, если вот так вот смотреть на этот вопрос под таким вот углом Ну, разумеется, да, лучше бы они там продолжали держать вот эти вот сервера Оплачивали бы их и постепенно потеряли игроков Но кому это надо? Кому осталось бы там 2-3 человека, которые там радуются тому, что у них бизнес есть, ха-ха-ха Там, их могут поставить на какую-нибудь там, я не знаю, на админку Понимаете, вот эти вот люди, которые играют на каких-то серверах с маленьким онлайном Они достаточно сильно боятся конкуренции Я не помню, кто об этом сказал, по-моему, Ангел Касада об этом сказал Они очень сильно боятся конкуренции И они не хотят переходить на какой-то другой проект Даже если на нем, на какой-то другой сервер того же проекта, на котором они играют Даже если там онлайн больше, даже если там экономика получше Если компенсируют там вот эти вот, знаете ли, все затраты То есть, они не хотят Их вот, знаете ли, пугает вот эта вот вся конкуренция, которая может быть в GTA Samp И это для них прямо, знаете, ну вот как, я не знаю, как ловушка Джокера какая-то, да Или что-то подобие того Но, на самом деле, в переносах нету ничего плохого И если у вас есть возможность перенести свой аккаунт То я бы, разумеется, это сделал на вашем месте Если не хотите переносить, то можете там, знаете ли, оставаться абсолютно точно без всего Там, продавать какие-нибудь там машины, дома, сливать их барыгам Я, опять же, все эти действия осуждаю Но, тем не менее, если все-таки хотите, то ходите Итог этого ролика какой? Вот вы можете меня спросить, на что ты потратил наши 10 минут жизни? На что? А я вам хочу сказать, что переносы на GTA Samp проектах, на GTA Samp серверах, это круто Это хорошо Я надеюсь, что в будущем их будут делать, ну, максимально все проекты На которых вот будет такая ситуация, как была на SampRP там несколько лет назад, да Или что-то наподобие того Не важно Всем спасибо за просмотр данного видеоролика IP Arizona Roleplay Phoenix находится в описании под данным видеороликом Можете зайти, посмотреть, чекнуть вообще, как там все это делается Всем спасибо за просмотр, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok